А теперь новые подробности о трагедии, случившейся в Ноябрьске. Расследованием гибели двух участковых и супруги одного из них занимаются криминалисты окружного управления СК России. Как стало известно, телекомпания «Ноябрьск-24» из собственных источников в этот город должна прибыть и группа следователей из Москвы. Яна Джуз, эксклюзивно для НУР-24. Александр один из тех, кто видел участкового Андрея Мучаева 3 июня живым. Через несколько часов полицейского обнаружат мёртвым в машине с огнестрельным ранением. Я его утром видел, домой вернулся и встретил его возле подъезда. Он выходил с какими-то документами в руках у него. Поздоровался сосед же, ведь он тоже спокойно поздоровался, руку протянул. Обычно просто здоровается. Около года назад Андрей Мучаев перевёлся работать в местный отдел полиции. Всегда жизнерадостный, спокойный и примерный семьянин. Мужчину часто видели во дворе этого дома с семьёй. Всегда спокойный, никаких, чтобы сильно проявлял эмоции, что-то этого я не наблюдал, не видел. Тело Андрея Мучаева нашли в чужом автомобиле. Иномарку соседи тоже видели во дворе накануне. Точную причину гибели предстоит установить следователям. Автомобиль погибшего участкового Мучаева эксперты обыскали и опечатали. На каком автомобиле передвигалась семья Мучаева? Ну вот, у них Део Матиз. Да, на этом Матизе они ездили. Поэтому в основном он с дочерью ездил. С дочерью ездил? Да. А вот в то утро никаких ещё посторонних машин во дворе здесь не видели? Ну, по-моему, здесь вот рядом, недалеко прям стоял какой-то красный или такой тёмно-красный Ниссан Кашкай. Ну вот, я вчера просто, когда шёл с ребёнком, они как раз машину открывали уже и внутри смотрели. Как раз, видимо, те, которые он нёс документы в руках, они, я слышал просто сам, сказали, что он вторым числом застраховал свою жизнь именно. 3 июня мёртвым был обнаружен ещё один участковый. В опорном пункте полиции на изыскателе нашли тело Владимира Анчугова и тоже огнестрельное ранение. А спустя ещё непродолжительное время в одном из домов Ноябрьска найдут тело третьего человека. Это будет жена Владимира Анчугова. Она будет находиться прямо за этой дверью. Как мы видим, здесь сейчас как раз есть следы работы следственной оперативной группы. Тело нашли буквально за этой дверью. Известно, что на теле женщины тоже были найдены огнестрельные ранения. На двери как раз остались выбоины после попадания пуль. Семья Анчуговых также приехала в Ноябрьск около года назад из Магнитогорска. Близко познакомиться с соседями супруги ещё не успели. Но молодая пара, по словам жильцов пятиэтажки, всегда была приветлива. А видели их? Ну, видели. Спокойные, не прогозили? Нет, очень спокойные. Эта фотография сделана два месяца назад. В конце марта Юлии пришлось лечь в больницу. Девушка подружилась со своей соседкой по палате Елизаветой. Много болтали, поддерживали друг друга и даже делились секретами. Владимир и Юлия, вспоминает девушка, относились друг к другу так, словно влюблённые подростки. Он за ним беспокоился, она за ним беспокоилась. Она переживала, как он там дома один, что покушал. Постоянно спрашивала, Вова, ты покушал? Что ты кушал? Не в римне. Ты точно покушал? Смотри, пообедай, поужинай. Ну, как бы, ты там постирал вещи, что в чём-то на работу пойдёшь. Там чистые, там трусы носки и так далее. По телефону, по видео, по громкой связи разговаривали. Я как бы присутствовала, там, слышала она, Вова, Вова, он там, Зая, Киса, там, ну, такое всё. Люблю, целую, обязательно присутствовали такие слова при их разговорах. Что происходило с семьёй Анчуговых и Андреем Учаевым, предстоит выяснить опытным следователям. В Ноябрьск уже прибыли окружные эксперты. Сейчас на местах обнаружения работают три одновременно оперативно-следственные группы. Группы проводятся следственные действия, оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. Проводятся обыски, выемки по интересующим следствиям местам. Региональный главк МВД уже начал служебную проверку в отделе полиции Ноябрьска. В пресс-службе регионального ведомства озвучили и предварительную версию произошедшего. По предварительным данным, трагедия произошла на почве личного конфликта между сотрудниками, не связанного со служебной деятельностью. Яна Джуз, Александр Морозов, Сергей Павлов, Ноябрьск, 24. Продолжение следует... Продолжение следует...